Про Вичфайр я уже рассказывал на своём канале аж в январе 2021 года. Тогда многие впервые о ней услышали, потому что у игры, ну, не то чтобы мощный маркетинг. И это, я вам скажу, не заслуженно. У игры нет ни раздутого бюджета, который нужно было бы отбивать ценой микротранзакций, ни логотипа крупного издателя, который хочет превратить любую игру в лайф-сервис, ни разукрашенных персонажей, ничего того, на что у современных геймеров, ну, полыхает. Давайте будем честны. Вместо этого игра обладает очень запоминающимся визуалом, необычным сеттингом, но что самое важное, приятным геймплеем, стрельбой и невероятно драйвовым мувментом, который лично для меня сделал эту игру. И даже сейчас, пока проект находится в раннем доступе, я уже оставил в ней более 70 часов. Год назад Вичфайр вышла в Epic Games Store, а 23 сентября текущего года состоялся долгожданный для многих релиз в Steam. Ну, точнее, как релиз, это все еще ранний доступ, потому что игру делают в небольшой, но состоящей из опытных ребят студии, так что прям вот полноценного релиза еще придется подождать. Хотя, нет, ждать не стоит, Вичфайр достойна того, чтобы сыграть в нее уже сейчас. Я ознакомил вас с этой игрой на своих стримах на Твиче, Кстати, подписывайтесь, я теперь там подрубаю чаще, рад буду пообщаться. Ну, а в этом видео расскажу о том, что из себя представляет эта игра, что мне так понравилось в Вичфайр, и почему таки стоит следить за ней и сыграть в нее, не дожидаясь финального релиза. И будет круто, если вы поддержите ролик лайком, ведь я меняю контент на канале, и ваша поддержка крайне важна. Спасибо! В Вичфайр вы берете на себя роль охотника на ведьм, который почему-то сам с удовольствием использует магию, но да ладно, магия, оружие и другие навыки в вашем распоряжении, чтобы уничтожать приспешников ведьм, монстров, ходячих мертвецов и прочую нежить в экспедициях. Экспедиции – это вылазки на одну из нескольких локаций, в которых вас ждет 7 групп врагов и 1 босс. Но поскольку игра использует механики экстракшн шутеров, шутеров с добычей, только вы решаете, сколько из групп врагов вы уничтожите, прежде чем попытаетесь завершить свою экспедицию. Отряды противников делятся на 3 уровня сложности, а после каждой зачищенной группы включается механика уже из другого жанра – рогаликов. Вы подходите к кристаллу и выбираете бафы, которые повлияют на ваше оружие, мувмент или заклинание. Перед каждой вылазкой на карту вы можете взять контракты, за которые будете получать новое оружие, предметы для его улучшения, новые заклинания или артефакты, на основе которых можно строить свои и довольно разнообразные билды. Разумеется, по ходу игры вы повышаете уровень своего персонажа, и это уже работает как в играх третьего жанра – Souls-like. За убийство врагов вы получаете те самые Witchfire, которые копятся пока вы на карте, и которые нужно сберечь до выхода с неё. При вашей смерти вы теряете огоньки, и либо вы заберёте их при следующей экспедиции на эту же карту, либо потеряете совсем, если не сумеете вернуться к месту своей смерти. Распределение уровней тут тоже ровно как в Bloodborne, Dark Souls и прочих. Можете качать здоровье, ловкость, удачу и так далее. Как я сказал в начале, особенно в игре цепляет движение во время боя. Вы можете скользить, совершать двойные прыжки, резко уклоняться, комбинировать магию и свой арсенал. Всё это даёт очень приятные ощущения в динамике. Не уверен, что смогу передать это в геймплее на видео, но чувства прям кайфовые. Суть тут в том, что успех в игре как раз напрямую зависит от того, как вы двигаетесь. Ведь ключевое ядро геймплея Witchfire – выносливость, которая расходуется при манёврах, прыжках, рывках и беге. Даже некоторое оружие при стрельбе тратит вашу стамину. Но её же вы восстанавливаете за успешные серии убийств, без получения урона, входя в состояние фокуса. Так что чем точнее вы зачищаете толпы врагов, тем эффектнее выглядит геймплей и тем больше кайфа вы сами получаете от игры. Можно сказать, что игра скиллозависимая, но... Да, я так и скажу. Всё зависит от ваших навыков. Лично мне такое в первые часы игры было непривычно. Так что я думал, что это просто слишком хардкорная игра для меня. Но стоило только начать следить за тем, как я двигаюсь, не совершать мелких ошибок и промахов, как я сразу почувствовал, что стал сильнее. Помните, что я рассказывал, что на каждой карте вас ждёт 7 отрядов противников? Так вот, кроме них, стоит следить за всевозможными ловушками, пазлами, скрытыми механиками и капканами. Игра быстро даст вам понять, что невнимательность чревата. Дело в том, что за каждую ошибку вы рискуете получить дополнительное пенальти в виде запускающегося на карте ивента, который заспаунит или толпы врагов, или огромный летучий корабль, который будет по вам стрелять, или красный вихрь, сводящий вас с ума, или и то, и другое. Этот ивент в игре называется Calamity. Чтобы не допустить Calamity, следите за шкалой в верхнем левом углу экрана. Там не должно быть вот этих глаз, которые даются за ваши ошибки. Например, если вы съели какой-то не тот гриб, наступили в ловушку, или попытались выстрелить из оружия без патронов. За такое получаете плюс один глаз. По достижении пяти глаз, начинается страшный ивент, который на ранних этапах игры доставит вам массу проблем. Система прокачки и лутинга в игре, как я сказал, тоже помесь Dark Souls, плюс Extraction Shooter, плюс еще кое-какая игра. С карты экспедиции вы выносите добычу, вичфайры для прокачки уровня персонажа, артефакты, которые потом меняете на золото, само золото выносите, и разные собираемые предметы, типа ключей, растений для варки зелий, и так далее. Напомню, выйти из экспедиции вы можете когда угодно, не обязательно убивать всех и проходить босса, в этом и задумка, чтобы каждая вылазка была с продуманной целью и стратегией. Когда вы выйдете из портала и вернетесь в хаб, вы можете прокачать характеристики у специального алтаря, затем отправиться в собор и собрать у зеркала квесты на получение оружия, артефактов и заклинаний. Я бы советовал в первую очередь фокусироваться на заклинаниях и пассивках, при условии, что ваше оружие, с которым вы стартанули игру, в целом вас устраивает. Ну или оружие добывать в зависимости от типа, который вам больше нравится. Когда берете контракт на что-либо, тут награда будет за него случайная, то есть рандомное оружие дальнего боя, например. Само оружие и снаряжение меняется и прокачивается в специальной комнате рядом, тут вы куете свои билды перед вылазкой. Вот, кстати, мой основной, если интересно, с ним я прохожу самые сложные экспедиции на высоких уровнях. Каждый предмет можно прокачать до трех уровней, и с каждым будут меняться его свойства и добавляться, например, новые типы урона или способы защиты. Ну и последнее по списку, но точно не по важности о прокачке. Гнозис. Это такая система в игре, которая чем-то напоминает NG+, из все тех же соусов. Прокачивая уровень гнозиса, вы прокачиваете уровни миров и меняете их. Прокачали один уровень гнозиса, на карте появились новые ивенты, прокачали второй, потайные ходы или открылись мини-подземелья с уникальными механиками и боссами и так далее. На данный момент максимальный уровень гнозиса четвертый, но даже так прокачка всех четырех может занять несколько десятков часов. Я слышал еще несколько популярных повторяющихся вопросов по игре на своих стримах и в Телеграме, так что давайте по ним блицам пробежимся тоже. Есть ли онлайн или кооп? Нет. Вичфайр полностью синглплеер игра. Без кооператива, без пвп и онлайна. Все зависит только от вас и вашего скилла. Так что если вы скучали по старомодному геймплею, когда вы покупаете игру, проходите ее и делитесь с друзьями опытом в обсуждениях, то Вичфайр это сюда. Я так когда-то как раз самые первые Дарк Соулсы проходил, так что в параллели легко ложатся. Будет ли релиз на консолях? Да, разработчики планируют игру на консоли текущего поколения, но точных дат выхода на консоли, как и точной даты самого финального релиза, пока не сообщают. Есть ли локализация на русский язык? Пока нет. Сейчас игра только на английском, даже нет родного языка разработчиков, они из Польши. Но они сообщали, что будут переводы на другие языки в ближайшем будущем, а в стиме уже есть какие-то машинные локализаторы, так что можете попробовать их. На стриме меня также спрашивали, почему я так верю в эту игру. Некоторые даже были уверены, что это какая-то интеграция, но нет. Я просто с самых ранних кадров от разработчиков влюбился сначала в визуал и атмосферу этой игры, затем следил за ходом разработки и видел, как менялась концепция игры. От сюжетки к сервису, от сервиса к рогалику и хардкор шутеру. И на протяжении всего этого пути к раннему релизу, мне нравилось, что я вижу. Как разработчики внимательно относятся к фидбэку, смотрят, как игроки ведут себя в мире Вичфаер, радовался референсам и упоминаниям других моих любимых игр. И это всё как раз и поселило во мне такую веру в проект. Я надеюсь, что этим видео я хоть чуточку смог передать вам свой интерес к Вичфаер, и вы тоже будете следить за игрой, и может купите её или сейчас, или на релизе, и так же кайфанёте, как я. Ну а если остались вопросы, приходите, задавайте мне их лично в моём Телеграм-канале или на стримах на Твиче. Я буду счастлив пообщаться и ответить. Ссылки в описании. Спасибо за лайк, комментарий и просмотр до конца. До связи! Субтитры подогнал «Симон»!